Всем привет! Всех рада приветствовать на этом канале! Сегодня я предлагаю с вами обсудить пустые баночки. Скопилось очень много баночек, поэтому надо скорее отснять, с вами поделиться. Что-то уже будет повторяющее вновь и вновь, так что не обессудьте. Что-то будет новое, понравившееся. В основном всё понравилось. Есть какие-то, может быть, маленькие позиции, которые не очень-то мне, короче, понравились. И вас предостеречь, чтобы вы их вообще не покупали. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Наша рубрика пустые баночки начинается. Чи-чи-ёк-кофе-ёк и поехали! Итак, здесь у меня на столе лежит всё много. Обложилась я, и поэтому будем по порядку. Давайте начнём с сбыта, с домашних каких-то атрибутов в плане кухни, мыльно-рыльное, как я её называю. То, что я могу вам посоветовать, чем сама пользуюсь. Первое, что хочу показать вновь, это уже повторяющееся, это масло виноградное. Вот у меня две бутылки. Третью уже не стала ложить, выкинула сразу в мусорку. Четвёртую уже в обиходе. Виноградное масло. Вновь повторяюсь, постоянно говорю, что всегда стараюсь брать на акции. 500 здесь миллиграмм, идеально подходит для всего, то есть и для тушения, и для жарки, но я не жарю, и там какие-то для салатов, даже соусов, если вы готовите. Короче, вот такое вот виноградное масло, присмотритесь, очень мне нравится. Повторю, что высокая степень дымления, поэтому очень полезна для организма, поэтому, соответственно, качество продуктов тоже остаётся в норме. И те, как бы, продукты, которые мы используем для организма, витамины, какие-то минералы или ещё что-то, то, что наш организм полезный, то, от чего он питается, соответственно, никуда не уходит, не утрачивается. Всегда беру виноградное масло, и, как бы, вам советую, буду обратно складывать в пакет, где и копилось. Поэтому вам советую, покупайте, смотрите. Следующее, то, что тоже касается кухни, закончилась у меня вот такая вот соль, тоже повторная, повторная, так сказать, позиция. Всегда пользуюсь этой солью, мне нравится, она, как бы, мелкая. Я так думаю, да, мелкая морская соль, иродированная, 500 грамм. Да, она стоит чуть-чуть подороже, но я вам хочу сказать, что я очень мало солью, и поэтому расход у меня, в принципе, минимальный. Для долгого мне хватает. И, ну, есть, как бы, подешевле, там в коробке продаётся. Можно в коробке покупать. Там не настолько большая разница, поэтому я покупаю всегда здесь удобно. Вот это вот, в этом, как бы, тубосе, как он называется. Здесь есть такое большое отверстие, есть отверстие с дырочками, чтобы посолить. Ну, мне очень нравится эта соль. Она, ну, как сказать, даже если можно сказать, что не совсем такая прям солёная-солёная, и что очень важно, чтобы не пересолить. Поэтому присмотритесь, везде продаётся, и в пятёрочке, и везде-везде. Дальше, то, что касается из продуктов питания, хочу вам показать. В первый раз, здесь у меня две баночки закончилось. Это цикорий. Они уже закончились, и, соответственно, третий уже начался. Это экологика, здоровое питание. Цикорий натуральный, сублимированный. Присмотритесь к этому цикорию. Здесь содержит инулина более 30% пребиотик. Оксиданты, витамин В6, В9, пищевые волокна. Очень хороший цикорий. Я не пью кофе, а уже, наверное... Сколько я не пью кофе-то? Ну, полгода точно, наверное, уже около года. Вот. Иногда, иногда очень редко пьёт мой муж, но ребёнок мой вообще не пьёт. Вот. И я стараюсь вообще, даже не стараюсь, я вообще не пью чай. Пью только ромашковый чай. И цикорий по утрам. В принципе, с молоком. И мне нравится. Очень классно. Здесь 85 грамм. Ну, он, конечно, подороже, чем остальные цикории. Порядком там 250 рублей. Но всё равно присмотритесь. Очень хороший цикорий. Состав классный. И на вкус тоже очень хороший. Ну, я всегда, в принципе, к цикории относилась скептически. Потому что один раз попробовала в прошлом. Он был какой-то горький. И мне не понравился. Я говорю, что за глупость. Ну, я тогда ещё кофе пила. И, соответственно, как бы не стала пить. А тут, как бы, в связи с состоянием организма, мне нужно было резко отказаться от кофе. И я начала переходить на цикорий. И вот потихоньку-потихоньку обратилась к этому. Раньше брала германский. А это производство я даже не знаю, чей. Сейчас, как бы, искать я не хочу, время тратить. Но я не знаю, чей это. Значит, смотрите. Здесь полезные вещества, содержащие цикорий, оказывают комплексное благоприятное воздействие на организм. То есть нормализуют уровень сахара, повышают иммунитеты, помогают работе сердца, способствуют снижению веса, улучшают пищеварение, способствуют выведению холестерина. Поэтому присмотритесь. Конечно, не все цикории хороши, но всё же. И состав здесь хорошие белки, жиры, углеводы, витамин С, В9, фолиевая кислота, В6. Хороший состав. Поэтому, как бы, присмотритесь к этому цикорию. Я пользуюсь, в принципе, вам могу советовать. Так, следующее, что хочу вам показать. Это уже, наверное, пошло у нас мыльное-рыльное. То, что тоже повторяющаяся такая упаковка Bimax. Это уже у них новое что-то. Была голубая. Сейчас синяя, я кажется, тоже показывала. Гель концентрат удаляет. Удаление пятен. Это аромакондиционер, бережная стирка, 20 стирок, джинс. Ну, хороший состав. Состав в плане хорошей не самого состава, а в плане то, что стирает хорошо. Выстирывает такой здесь более густой. В голубых баночках был такой жидковатый, а этот более густой. Ну, хорошо отстирывать. И хорошо, ну, там, цветные вещи отстирывать, тёмные. Я брала для тёмных, для цветных. Сейчас я Color взяла Tide. Буду смотреть, присматриваться. Что-то так мне захотелось на Tide перейти. Честно говоря, то тоже был по акции. И я как бы решила взять. Так, следующее, что хочу вам показать. Это тоже экологически чистый продукт, экопродукт. Актибактериальные геи для посуды. Сочный лимон. Сочный лимон подходит для мытья овощей и фруктов, детской посуды, игрушек. Вот такой вот. Я перешла на такую вот марку. Сейчас у меня тоже уже пользуюсь другой ёмкостью. Понравился мне. Достаточно экономный в расходе. И хорошо пенится. И такой нейтральный запах. То есть, не химозный. Натуральный здесь. Я говорила уже, да, не раз, что я хочу потихонечку переходить на натуральные продукты. Не только в питании, но и в бытовых вещах. И так далее. И здесь натуральный. Значит, 0,5 литров. Хороший состав натуральный. Поэтому, в принципе, эта марка выпускает много чего ещё другого. У меня есть отбеливатель. И я, да, взяла, сейчас скажу, кондиционер для белья. Ещё не пробовала. Хочу тоже попробовать. Так что классный. Но для мытья посуды очень здоровский. Могу прям посоветовать. Следующие бархатные ручки. Это жидкое крем-мыло. Интенсивное питание. Ну, не могу сказать, что это натуральный продукт. Но продукт сам по себе очень хорош. Мне нравится. Я всегда экспериментирую с кремом-мылом. Или с мылом. И пробую, чтобы найти такое интересное. Конечно, хотелось бы более натуральное. Но всё же, чтобы это не сушило руки. Чтобы хорошо пенилось. Хорошо очищало. И так далее. Ну, бархатные ручки мне всегда нравятся. Потому что я бархатными ручками пользуюсь также и кремом для рук. Крем для рук вот у меня закончился. И сейчас у меня уже другой. Я пользуюсь тройкой или четвёркой. Здесь вот есть номерация степени насыщенности текстуры. И мне очень нравится. Хорошо. Я не люблю жирный слишком крем. Чтобы это оставалось плёнкой. Я чувствовала крем на руках. Я люблю, когда быстро впитывается. И хорошо чувствуешь себя. Конечно, в зимний период используешь больше. На улицу, когда надо выходить. На ночь обязательно. Мажу. Или чувствую, что много с водой навозилось. И надо уже увлажнить. Напитать руки. Ну, мне очень нравится этот бренд. В принципе, аналогичное. Что-то я не могу найти. Ещё как бы и не пробовала. Так что крем для рук и запах у них очень классный. Ну, мне нравится. Беру. В принципе, как бы вам советую. Ну, и вот взяла вот этот вот крем мыла. Тоже попробую. Тоже понравилось. Тоже могу советовать. Частенько что-то от них пробую. Могу советовать. Потому что действительно не сушит руки. И действительно хорошо пенится. Ну, и расход. В принципе, достаточный. Так что классно. Почему бы и нет. Следующее. То, что хочу показать. Ну, это повтор. Всегда показываю. Наверное, уже надоело этим самым. Но всё же. Может быть, кто-то не видел. Это зубная паста. С магазина Вкус Вилл. Частенько что-то там беру. Всегда покупаю там хлеб. Отбеливающая паста. Они содержат фтора. Что очень важно для зубок. И содержит здесь уголь. Потому что она отбеливающая и содержит цинк. И ещё другой там минерал. Я так понимаю. Не знаю, что это. Зубным камнем. Фермент папаин. И древесный уголь. Хорошая паста. Очень нравится, как работает с зубками. Хорошо, как отбеливает. И, в принципе, рекомендую. Постоянно беру. Сейчас новая открывается. Запах классный. И нет такого раздражающего эффекта. Знаете, когда там ментольный. Или какой-то сильно освежающий. Но очень классно. Присмотритесь. Вкус Вилле. И стоит, в принципе, 120 рублей. Недорого. Очень здоровский. И также, давайте покажу сразу. Вкус Вилле. Покупала вот такой вот гель для умывания. На пробу. Вообще, Вкус Вилла. Это такой эко-магазин. Но не со все товары, конечно. Экологические. Они натуральные. Но все же, вот такой вот, значит, гель для умывания. Если вам надо гель для умывания, присмотритесь. Неплохой. Неплохой в том плане. Я его взяла. И, в принципе, перешел он моему сыну. И он его им пользовался. И его закончил. 250 миллилитров. Бережно очищает. Придает кожу упругу. Стормализует секрецию сальных желез. То, что нужно для подростков, как раз, бери в высыпаниях, чтобы сохранить pH кожи лица. Здесь эстракт еще есть, алоэ вера. Что-то у меня нос так чешется. Ну да, что еще суббота. Но я не пью. Я не пью. И что вам советую для здорового образа жизни. Так, дальше, на чем мы остановились. Содержит эстракт алоэ вера. Подходит для всех типов кожи. Вы знаете, неплохой. Я сама даже пробовала несколько раз. Но что я могу сказать, если вы пользуетесь таким стойким майкапом. Если у вас прям такая стойкая тушь, глаза там, да. И он не совсем хорошо смывает. Вот в этом его минус. Поэтому он больше, конечно, подходит для людей, которые... А для подростков, которые там легкий майкап. Не сильно красится. Для жедневного, конечно, умывания. Это очень даже хорошо. И как и второй этап умывания, он тоже очень хорош. Но мой сын, знаете, как он два раза пользуется. То есть два раза умывается. Не один раз, а два раза. И как бы этого достаточно. Ну, как бы соединяет и первый, и второй этап умывания. Да. И, в принципе, очень хорош. Сохраняет пиаш кожи. Не сушит. И очень даже классно. Я рекомендую. Да. Потому что очищающая гель для всех типов кожи. Комплекс мягких паф растительного происхождения. Бережно и эффективно очищает кожу от загрязнений и остатков макияжа. Не пересушивает, не стягивает кожу. Сохраняет её естественный кислотно-щелочной баланс. О том, о чём я говорила. Эстракт алоэ вера активизирует клеточный обмен, укрепляет стенки сосудов, стимулирует выработку коллагена. Эстракт алоэ вера придаёт упругость, успокаивает, увлажняет чувствительную и повреждённую кожу. Морская соль очищает, снижает жирность кожного покрова, укрепляет структуру кожи, насыщает кожу минералами. И состав здесь достаточно очень хорош. Поэтому присмотритесь. Очень даже здоровски. Ну, сейчас я купила нам на двоих марки Carave. А гель для умывания хочу попробовать, очень хвалит. Ну, вот этот тоже здоровский. Кстати, не очень-то он и дорогой, в порядком около 200 рублей. Классная штука, поэтому присмотритесь обязательно. Так, дальше двигаемся. Здесь у меня пошли мои какие-то умывашки и всё остальное. Давайте я вам расскажу. Значит, да, за умывание, чем я пользовалась, что понравилось, что могу посоветовать. Значит, вот такую вот марку Гарниер. Вообще, марку Гарниер я люблю. Я мицеллярку брала в розовом бутылёчке и очень мне нравится. Но, когда я сменила своё очищение, то я перешла на двухэтапное очищение кожи. И я убрала мицеллярку полностью из своего рациона, так сказать. И перешла на гидрофильное масло, на бальзам очищающий, как первый этап очищения. И второй этап очищения перешла на гели, либо на какие-то бальзамы. Не бальзамы, а, как это называется, очищающие средства пенки. Вот, забыла слово. И поэтому мицеллярки я убрала. И где-то услышала, что это очень хорошо восстанавливает кожу. И, в принципе, кожа становится совсем другая. И я этому рада, потому что действительно так оно и есть. И я вам это советую. Держу так долго эту бутылочку. Я эту бутылочку держу не просто так. Смотрите, гарнир, мицеллярная вода, ультрауход для деликатной кожи вокруг глаз и лица. Снимает все виды макияжа, очищает, питает. Бестрение не раздражает глаза с васильковой водой. 400 мл, 200 использований. Вы знаете, что я могу про это сказать? Хуже мицеллярной воды я не видела. Не знаю, как у вас. Я говорю сейчас свое мнение. Раздражает глаза очень сильно. Так как, когда я перешла уже на двухэтапное очищение, и у меня все равно мицеллярка осталась, именно вот эта вот, и в розовой бутылке оставалась, кстати, да, она мне нравится. И я как бы, ну, что просто стоять и не выкидывать, я, соответственно, снимала макияж с глаз этой мицелляркой. Не все, не по всему лицу, а только глаза. Предварительно снимаю с глаз, и потом начинаю очищать гидрофильным маслом. И вот эта вот мицеллярка, как здесь заявляют, что она деликантной кожей вокруг глаз и лица, именно для этого я покупала для водостойкого макияжа, водостойкой туши. Ничего подобного. Я просто хуже ничего не видела. Я пользуюсь водостойкой тушью. Есть в карниере другие позиции мицеллярные, которые снимают. Они достаточно не раздражают, хорошо, мягко и все. Это слезятся глаза, это боль в глазах, это ужасно просто-напросто щипет глаза. И я не советую вот это вот, присмотритесь к этой бутылочке, будьте внимательны. Не знаю, как бы мне лично, как бы моя кожа много чего испытывала, но мне лично не понравилось. Это ужасно, как она действует. И я не могу сказать, что с первого раза она прям так сильно снимает макияж. Ну, более-менее, да, снимает, но все равно. Ну, вот это вот ощущение мне не понравилось. Никогда больше брать ее не буду. И вам не советую. Просто ужас. Я прям ждала, не ждала, когда я ее закончу. Мы как всегда, да, если мы купили, заплатили деньги, нам надо это закончить, потому что жалко выкидывать или еще что-то. Ну, короче, я ее добила, и вам не советую. Больше я ее вообще не буду ни за что на свете покупать. Следующее, значит, то, что касается материарки, показала. Я сейчас покажу вам вот такое вот гидрофильное масло. Заказывала с сайта iHerb. Это было мое первое знакомство с гидрофильным маслом. Значит, ну, рейтинг у него средний, я могу сказать. Не могу сказать, что он такой прям популярный. Здесь 150 миллилитров, и что это марка The Face Shop. Что могу сказать, это корейское направление. Мне понравилось. Первое знакомство мое было достаточно такое хорошее. Минус только в том, это, кстати, вот эта вот защелка, это не отсюда, это от другого гидрофильного масла, которым сейчас я пользуюсь. Минус в том, что оно больно такое жидковатое, и расход, ну, в принципе, как бы не минимальный, но средний. И мне немножко не хватало вот именно что-то этого гидрофильного масла, чтобы качественно первый этап очищения сделать. Потому что, если когда есть с чем сравнивать, когда я пользовалась бальзамом, у меня было в пробниках, я рассказывала в одном из видео, Кей Бьюти я заказывала косметичку, и там были пробники. И там был вот этот бальзам Хемиш, который я сейчас заказала, он ко мне идет, мне очень понравился, и там действительно расход минимальный. Но здесь, по сравнению с бальзамом, гидрофильное масло, расход, если сравнивать с Хемишем, с бальзамом, то здесь как бы расход в два раза больше. Мне не хватало этого, чтобы хорошо очистить кожу первым этапом, потому что жидковатое, и мало как бы, не то что вспениваться, она не должна вспениваться, а мало вот этого, когда ты растираешь ее в руках, и надо, чтобы вот, да, вот очистить, чтобы она хорошо впиталась в кожу, жир притягивает жир, как мы знаем, и чтобы это все у нас хорошо как бы снялось. Вот этого не хватало мне. И даже сейчас я пользуюсь новым гидрофильным маслом, японским, я его покупала в подружке, была акция, как-нибудь, я его показывала, кстати, в одном из видео, Хадулабу, кажется, так называется, марка. Очень классно. Вы знаете, первые мои впечатления, очень лучше и лучше хорошо, чем нежели это. Я могу рекомендовать это масло, но у всех индивидуально, у всех разное впечатление. Но для меня это среднячок. Буду я покупать, наверное, нет, потому что то, что сейчас я пользуюсь японским, он мне нравится намного больше, и там действительно экономичный расход. Запах, в принципе, здесь лидеральный, достаточно хороший, но, в принципе, это нормальное первое знакомство с гидрофильным маслом. Следующий, второй этап очищения, я пользовалась вот такой вот марки Леврана, это наша российская марка, как-то я в одном из видео показывала в покупочках, и он недорогой, продаётся у нас в золотом яблоке, 200 мл, гель для умывания, тонизирующий, с лима-грасом, а pH 5,5 сохраняет, что очень-очень важно, потому что, чтобы у нас наш pH кожи сохранялся, да, чтобы мы не доводили кожу до скрипа, и чтобы действительно в нашей коже есть своя микрофлора, и поэтому, чтобы у нас не было вот этих вот высыпаний, не надо пользоваться каким-то составом, и которое низкий pH или высокий. Это веганская продукция, очень натуральная, её нужно использовать в течение 9 месяцев при вскрытии, запах очень классный, такой цитрусовый, мне понравился, я могу вам советовать, очень классная продукция, что могу сказать, он тонизирует для умывания, тонизирующий, да, и он хорошо очищает, как второй этап очищения, он досмывает и доводит до очищения, если вот снимаете майкап, если вы слушаете какие-то поскрипывания, какие-то шумы, не обращайте внимания, у меня соседи делают то ли ремонт, то на пианино играет, то ремонт делают, я уже не знаю, как бы даже понять, кто там живёт, ну, короче, не обращайте внимания. Итак, классно очищает, классно всё это, как второй этап очищения, здоровский, не сушит ни капельки, не стягивает кожу, и хорошо очищает глаз, даже если в глаза попадает, вообще не щипет, ничего не происходит, здоровски, обязательно когда-нибудь к нему вернусь, тем более, знаете, он как тонизирующий, лето, в летний период, очень классно пойдёт, зайдёт вообще. Сейчас я сказала, что я купила себе цераве, извиняюсь, и буду пользоваться, хочу попробовать его, да, поэтому присмотритесь, классная штука, прям советую. Так, следующее, что у меня, что у меня, что у меня здесь ещё, так, у нас сегодня ещё будут бады и декоративная косметика. Так, декоративная косметика. Так, смотрите, я попробовала вот такую вот масочку, она лежала у меня, вот как раз в этой косметичке Кей Бьюти, я её попробовала, на ночь нанесла её, это корейская маска, она идёт как увлажняющая, питающая, даже заявляют, там что-то ITH есть, ну, короче, я её попробовала, такая как питающая, увлажняющая, неплохая, НТH, конечно, я мало в это верю, я вам сейчас расскажу про другие продукты, которые действительно работают с этим, с нашими возрастными, с возрастными, с хотелось высыпаниями, возрастными какие-то проявлениями, нет, значит, смотрите, маска-то, ну, неплохая, как пробник, я попробовала её, но заказывать её отдельно, как бы, я не планирую, в принципе, как бы, она мне такого прям вау, ещё не принесла, значит, закончился тоже из этой же косметички, вот такой вот пробничек тоника, вот название я вам показываю, не буду ковырять язык, видно, да, значит, этот тонер эссенции, такой, ну, вообще запаха практически нет, здесь прям, знаете, водичка-водичка, то есть я, в принципе, тоже, что касается тонеров, я от них тоже, как бы, сейчас отказалась, решила попробовать без них, чтобы напрямую наносить уже те сыворотки, которые у меня имеются, там, витамин С, у меня есть один тонер, это глюколевая кислота, марка The Ordinary, 7%, да, я его наношу на ночь, как такой очищающий, отшелушивающий эффект моей кожи, а то, что касается в утреннем уходе, я не использую никакой тонер, отказалась, и, в принципе, вы знаете, раньше у меня было как в постоянстве тонер, и без него я вообще жить не могла, честно вам могу сказать, сейчас, когда я отказалась, я поняла, в принципе, всё нормально, кожа не страдает без тонера, и всё замечательно, поэтому, как бы, я напрямую наношу витамин С, либо какие-то там витаминки на лицо в виде сыворотки, ну, и так далее, и мне это, в принципе, понравится, и уход я наношу, который там касается морщинок, вот, но этот тонер, естественно, надо было попробовать, я его пробовала, тем более после кислот, когда я вечером носила кислоты, и с утра, когда я омываюсь водой, и мне хочется что-то, как бы, увлажнить, не сразу я наношу, допустим, я знаю, что я сейчас пойду купаться, или пойду мыть голову, или что-то мне не надо сейчас, как бы наносить уход, потому что я могу его смыть, он помешает, то я наносила этот тонер, чтобы всё-таки не было вот этого после умывания водостягивания, и он очень классно увлажнял, как увлажняющее средство этот эссенса тонер очень классно действует, и, в принципе, кому это необходимо, важно, я могу его вам советовать, и в большей ёмкости, там 100 мл, кажется, продаётся, в принципе, вы можете приобрести. Я перестала тонер наносить на ватный диск, чтобы меньше было расхода, я наносила на ладошки, чуть-чуть растирала, и всё это ладошками по лицу, то есть могла вот такими средствами, ну, как бы прикладывающими ладонями, тонер классный в плане как увлажняющий, здоровский, и, в принципе, хорошо сохраняет pH, и хорошо, как бы, он действует. Присмотритесь, у меня был пробник. Следующее, то, что хочу вам показать, это всё я говорю об уходе, да, это закончилось у меня вот тоже с пробника, всё сейчас с пробника, которая вот эта вот косметичка Кей Бьюти, у меня всё позаканчивалось, остался только крем для умывания, умывания, как второй этап очищения у меня остался, но там я не знаю, когда он закончится, потому что расход вообще минимальный, горошинку надо, он хорошо размыливается, очень здоровский, а потом я его как-нибудь вам покажу, а так всё подзакончилось. Значит, закончился у меня вот следующее, это, видите, даже пришлось разрезать, Бентон, марка Бентон, это крем под глаза, теперь я вставлю вот такой вот, значит, крем под глаза, это была мини-версия, я его пробовала под глазки, кстати, здесь у меня 10 грамм было, и он достаточно надолго мне хватил, да, вообще, это Кей Бьюти косметичка, давайте я пущу где-то вот здесь вот видео, и вы посмотрите обязательно, эта косметичка, она достаточно очень хороша, поэтому я вам её советую, в плане в том, что вы можете попробовать такие вот мини-версии, пробники, и понять для себя, нужна вам полноразмерка или нет, я тоже так же попробовала и поняла для себя, и вот этот вот крем под глаза, он хорошо ложился, я его использовала как в утреннем уходе, под макияж, под консилер, не скатывается, не, ну, вообще-то замечательно, дружит с консилером, с любым, в принципе, то, что у меня есть, вот, и хорошо увлажняет, не жирный, быстро впитывается, и он такой, знаете, такой, как это назвать, консистенция такая, она даже не то, что ненгелева, она как бы как воздушная, знаете, она быстро, то есть распространяется, быстро как будто превращается в какой-то вот, не водичку, а в такое вот состояние, как будто вот тебя, вот эта вот консистенция всасывается в твои глаза, и хорошо там прям впитает, то есть не было такого остатка, что-то там, что-то жирненькое, что надо подождать, чтобы впиталось, допустим, тем крем, который я сейчас пользуюсь сейчас, ему надо время подождать, чтобы оно как бы, ну, впиталось, а этот нет, этот совершенно не надо было ждать, и очень хорошо дружил, и с макияжем, и вообще классно, и в принципе его увлажнял, это кожу, я имею в виду, буду ли я заказывать полный размер, куда, когда вот у меня как бы что-то позакончится, когда уже ничего не будет, обязательно закажу, в принципе, вам советую, попробуйте, очень здорово, но я вам советую все-таки начать даже с косметички, почему бы и нет, и следующее, то, что у меня закончилось с этой косметички, это вот такой вот крем, у меня был в пробниках мини-версия, марка Хаксли, здесь у меня был крем, антигравити, здесь у нас секрет оф Сахара, какой здесь запах, я вам кажется, когда рассказывала про этот крем, да, в этой косметичке, и я просто была очарована этим запахом, это просто волшебство, вообще эта марка, она корейская, и она является в Корее в люксовых направлениях, то есть как считается как люкс, и поэтому как бы что я сделала, она, эта марка, к сожалению, к моему Найхёрпу уже не представлена, то есть убрали ее с производства, не то что с производства самой марки, а с продажи, эта марка у нас в России, вот в Москве, я проживаю в Москве, представлена в Ревгорше, и там она стоит порядком 3,5 тысяч, ну если по золотой карте, там 2,800, и иногда бывают акции, ну 2 тысячи, а тут недавно была акция, об этом я хочу рассказать в одном из видео, обязательно, сейчас я только что пришла эта мысль, обязательно не забывайте подписываться на этот канал, и ставить колокольчик, чтобы не пропустить то видео, которое я хочу отснять, про новые покупки, которые я совершила, это грандиозные покупки, и я вам могу их всех советовать, они просто вау, бомба для меня, и в том числе этот крем, я его все-таки купила по очень хорошей акции, полной размеру 50 грамм, а здесь, кстати, было 50 миллилитров, я имею в виду, а здесь было 7 миллилитров, но этого достаточно было, чтобы мне испробовать этот крем, просто крутейший крем, и классно увлажняет, и классно работает, и ты чувствуешь себя, что действительно ты пользуешься люксом, классный, и поэтому я вам советую попробовать этот крем, и если не брать сразу полную размерку, возьмите как раз в пробниках, я приобрела совсем недавно, поэтому в следующих из видео будут мои покупочки, и там я расскажу про этот крем, обязательно, и так, следующее, дальше, что я вам хочу рассказать, давайте я вам покажу, это вот такое вот масло, масло для волос, вот такая вот марка, я не знаю, встретите ли вы эту марку вообще где-нибудь в магазинах, потому что это масло мне покупалось, я не помню, в одном из салонов, кажется, это было давно, здесь 200 миллилитров, это испанское масло, вот здесь осталось совсем прям граммулечку, и прям чуть-чуть, вообще я это масло использовала всегда либо в работе, либо когда действительно блондинки, милированные, пересушенные, у меня такое могло быть, как-то так, да, допустим, там неправильно покрасили, ещё что-то, когда красила в салонах, оно достаточно очень питательное и очень жирное, либо когда я самокрашусь, я всегда добавляю в состав красителя осветляющего, либо просто когда тонируюсь капельки, там 2-3 капельки, и чтобы как бы это вместе с краской наносить на волосы, это флюид с маслом органы, и что здесь заявляет производитель, уже много что подстёрлось, богато кислотами, за счёт них он насыщает и питает волосы по всей длине, является прекрасным оксидантом, продлевает жизненный цикл волос, восстанавливает их структуру, вот так вот. Короче, это масло очень мне сильно понравилось, конечно, если я увижу когда-нибудь его где-то в продаже, я обязательно его куплю, его достаточно очень мало на этой только наносим на концы, потому что масло достаточно очень жирное, и поэтому, чтобы не учащила, не жирнила волосы, и то не всем, если у вас тонкие волосы, конечно, это масло не подойдёт. Сейчас хочу попробовать взять Вэлловска, наверное, профессиональную возьму, не знаю, но вот это масло классно, если вы где-то увидите такое масло, вам не трудно, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, чтобы я понимала, где оно продаётся, может быть, где-то в интернет-магазине или в Москве где-то, в профессиональных, наверное, магазинах, потому что оно профессиональное, но масло очень здоровское и очень классное. Так, следующее, то, что хочу вам показать, это у меня закончился вот такой вот Carmex, тоже Сахёр покупала, бальзам для губ, SPF 15, здесь у меня было без, без, с ментольным, с ментольным направлением, вот такой вот Carmex, надолго их хватает, кстати, хорошо увлажняет губы, даже перед макияжем, если я наношу какую-нибудь такую стойку, матовую помаду, которая подсушивает губы, я перед этим наносила этот бальзам, и хорошо, как бы, он питает, и уже всё, ничего нету, питает, и хорошо восполняет такой баланс губ, вот, и классный, как бы, бальзамчик, у меня ещё осталось со вкусом клубники, всегда в сумочке у меня есть, тем более в зимний период, если там губнушки уже нет, обязательно на бальзам пользуйтесь, чтобы не обветривались, не сушились, так что присмотритесь, классненький бальзамчик, так, и следующее, что я хочу здесь вам показать, вот такой вот консилер под глаза, это марка Maybelline Fit Me, здесь 8 мл, в оттенке у меня 0,5, но, вы знаете, я не до конца его использовала, потому что оттенок достаточно светлый, когда он только появился, вы знаете, да, он достаточно дешёвый, и я схватила самый там светлый оттенок и побежала, но я не люблю сильно высветлять под глазами, и поэтому как бы вот такой вот светлый оттенок, и он мне, да, что-то я сплоховала, надо было его отдать девушке, которой я отдала косметику, здесь разбирала, и отдала Никсовскую косметику, надо было этот тоже отдать, да, мысля приходит допосля, дальше, следующий, ну, что могу сказать про, да, закончу мысль, что могу сказать про этот консилер, у меня сейчас в оттенке, в десятом, да, в десятом оттенке, сейчас у меня на глазах, хороший консилер, могу посоветовать, в принципе, не закатывается, круто, не, складки не забиваются, в морщинки, хорошо перекрывает, в принципе, здоровски, просто я вот, оплашала с оттенком, поэтому, как бы там, ну, там, знаете, всего сколько, три оттенка, что ли, и поэтому непонятно было, как выбирать, так, и следующий консилер, марки Эльф, это война, херби, достаточно такая экономная марка, у меня в оттенке, фаер, и вот мне оттенок очень подошел, хотя все жаловались там, то, что оттенок достаточно темный, не сказать, что он светлый, ну, мне понравился этот оттенок, и поэтому, как бы мне хорошо, он даже зашел, здесь не знаю, наберу я что-нибудь вам, чтобы показать, сейчас, может быть, тоже выскажете, ого, какой темный, ну, как-то я не знаю, он распределялся по коже, и как-то здорово, с моей кожи, у меня руки цветлее, конечно, чем лицо, и как-то хорошо мне оттенок подошел, прям здорово, сам по себе, конечно, консилер сильно не впитывается, есть такое, знаете, эффект свечения, и все равно нужно припудривать, и поэтому всегда, как бы, ну, припудриваешь еще плюс, нормально, ну, нормально, сейчас у меня есть другие консилеры, поэтому, в принципе, я не планирую его заказывать, и вот тоже от марки NYX, чего я не отдала, блин, вот, ну да, как всегда, это блеск для губ, знаете, ну, не совсем мне понравился этот блеск, вот такой вот блеск, вот такой вот, блеск, в принципе, классный, вы знаете, когда я его покупала, я купилась на запах, такой шоколадный запах, просто обалденный, и, ну, мне этот блеск чересчур больно бледнит лицо, и поэтому, как бы, мне он не нравится, он у меня всегда лежал, и поэтому я решила от него избавиться, хотя там есть что-то еще, так, следующее, что хочу показать, это вот такая вот туалетная вода, не туалетная, это парфюмированная водичка от Armani, Aqua Digio, это мужская туалетная вода, у меня у мужа закончилась, здоровская туалетная вода, почему хотела вам показать, если вы думаете, что подарить своим половинкам, мужьям, братьям, отцам, я не знаю, там, друзьям, классная туалетная вода, мне кажется, подойдет каждому молодому человеку, не только молодому, а если в возрасте, наоборот, классно, потому что будет омолаживать, потому что все-таки запах имеет ключевое такое значение в нашей жизни, вот, и могу посоветовать, периодичности постоянно мой муж его покупает, просит, и мне очень нравится, когда он на мужчинах звучит, хороший шлейф, надолго хватает, прям с утра брызнул, вечером пришел, и все равно пахнет, поэтому, в принципе, как бы, классно присмотритесь, очень здорово, не туалетная, а вот парфюмированная, берите, очень здорово, мне понравилось, именно вот, с такой вот еще крышечкой, классно, когда магнитная крышка, но очень здорово, присмотритесь, от Armani, в принципе, стойкие, стойкие, такие, как бы, водички, и нам дали на пробник, вот такую вот, когда я ему новую туалетную воду покупала, на скидках перед Новым годом, от Dior, давали вот такой вот соваш, туалетная вода, новая у них вышла, сейчас мне дали пробник, в Ревгош, когда я купила крем, тоже этот соваш, но уже парфюмированная вода, как сама туалетная вода, такая она легенькая, но, знаете, тоже хороша, и тоже запах такой интересный, у меня муж пробовал, и я прям чувствовала, но она достаточно такой вот, когда тепло, лето, осень, весна, то есть, она хороша, но тоже классная водичка, в принципе, на моего мужа просто так не угодишь, поэтому я вам рекомендую, действительно, значит, зашло и есть. Следующее, что у меня закончилось, вам, наверное, вы уже устали, но потерпите, осталось совсем немножко, много всего, что скопилось. Следующее, что у меня закончилось, наконец-то я его добила, это тональное средство от марки Герлен, здесь из ПФ-20, значит, что хочу сказать, здесь такая вот идет помпа, расход, в принципе, минимальный, значит, консистенция сама такая, она полужидковая, то есть, достаточно такая жиденькая, даже можно там наслаивать, в принципе, что я и делала, потому что сразу она полностью не перекрывает, на лето, как раз здорово, сразу она не перекрывает, но здесь надо самое главное, быть внимательным с оттенком, я выбрала оттенок 0,2S, был такой период, когда я все брала, что-то такое, знаете, с розовым направлением, не все же с розовым, ну, как с розовинкой, не то, что прям розовая роза, но с розовинкой, да, чтобы это освежало, чтобы это было лучше, потому что у меня такого, очень достаточно серого потона, я холодный цветотип, и поэтому мне хотелось, как бы, да, за счет этого, как-то вот освежить цвет лица, но это была глупость, потому что, когда сейчас я восстанавливаю цвет лица с моим уходом, правильным уходом, соответственно, вот этот розовый потон, он мне мешает, я не знаю, что делать, ну, короче, и вот эта вот водичка, я прям ждала, не дождалась, как эта водичка, тональные средства, я хотела прям, чтобы его быстрее закончить, и я его добила, у меня тоже есть порядком другие тональные средства, как надолго они хватают, я прям уже не знаю, хочется что-то новое попробовать, они все есть, есть, и понятно, что их долго нельзя хранить, потому что есть срок годности, все-таки это жидкая консистенция, и поэтому нельзя долго их хранить, с составом, с соизи, со светом, здесь надо быть осторожным, и этот цвет мне в конце уже не шел, и поэтому я пыталась как-то его более где-то затемнять, либо коррекция, либо еще что-то, ну, короче, по поводу цвета, быть осторожна, а так, в принципе, ну, неплохая, ну, туалет, ой, это, сори, неплохая, тональное средство неплохое, но буду ли я вновь покупать, нет, 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 потому что есть более другие хорошие, и более классные, ну, в принципе, советовать, да, могу, потому что, у кого нужна легкая консистенция, и такое неплотное покрытие, а прям такое минимальное, то, пожалуйста, в принципе, классно, правильно выбрать оттенок, и все супер, советую, так, и следующее, что я хочу вам показать, вот такая вот троечка, у меня уже закончилась, у меня есть свой вердикт, по поводу марки The Ordinary, я вам показывала ее, в одних из видео, но почему-то как бы маловато просмотров на этом видео, наверное, вас не интересует, хотя очень жалко, потому что действительно очень хороший уход в этой марке, за, можно сказать, минимальные деньги, и классные, тем более вы можете заказать на дом, и вам спокойно это придет, и не надо ничего бояться, и так, у меня закончились три вот такие вот позиции, я их оставила прям в коробочке, чтобы вам рассказать, давайте первое, то, что я вам расскажу, первое, это у нас идет ластик оксид 10%, 30 миллилитров, все однотипное, то есть одна коробочка, бутылечек, то есть у них все одинаковое, значит, это у нас идет, это у нас идет, миндальная кислота, не миндальная кислота, это молочная кислота, да, молочная кислота, значит, вот у меня позакончилось, матовое стекло, с пипеточкой, вот здесь вот идет, даже нечего показать, вам она такое, знаете, немножко бежевая водичка, что могу сказать про этот ластик, у меня в 10% консистенции, есть 5%, ну 5% для меня это было бы слабенько, а 10% как раз здоровское, просто взошел на ура для моей кожи, просто, я советую, советую, и обязательно, у меня уже лежит в корзине, я уже так потихонечку собираю корзину, из того, что всегда должно пребывать в моем уходе, и это одно из средств, даже можно летом, только на ночь, можно осенью, весной, здоровское, и легко отшелушивает, легко восстанавливает цвет лица, где-то подсушивает какие-то высыпания, борется с этим, воспаление сразу уходит, здоровское средство, жалко, что нет 60 мл, только в 30, но обязательно буду покупать и пользоваться, мне очень взошел, мне очень понравилось, это здоровское средство, и, конечно, расход минимальный, но я, знаете, когда ты только до этого добрался, ты хочешь сильнее, сильнее, чтобы быстрее это все происходило, и ты, я достаточно помного наносила на лицо, в следующий раз я это буду делать, уже все, моя кожа напиталась, можно уже немножко поменьше расход ввести, но расход достаточно минимальный, здоровский, я прям советую, пожалуйста, присмотрите видео про мои покупки, связанные с этим уходом, с орденери, это здоровское, то, что я вам там рассказываю, советую, посещу ссылочку для подсказки, чтобы вы могли перейти посмотреть, не пожалеете, значит, первое вот это вот, второе, то, что хочу вам рассказать, это оскорбиловая, глюкозай, 12%, 12%, 30 мл, это у нас идет, оскорбиловая, сейчас скажу, это идет у нас витамин С, да, витамин С 12%, но здесь идет в виде, солиэтилон в виде витамин С, в виде серума, да, то есть, это достаточно такая, была щадящая, щадящий состав, в темном стекле, щадящий состав, и здесь не было такого резкого прям витамина С, хоть написано 12%, но я вам могу сказать, что здесь совершенно, совершенно моя кожа, можно так сказать, и не почувствовала этого витамина С, но витамин С ты почувствуешь не сразу, там идет накопительный эффект, и уже через 5 лет ты можешь увидеть результат, и сказать, да, классно я через 5 лет выгляжу так же, как и 5 лет назад, и это благодаря витамину С и вашему уходу, когда он накапливается, потому что через 5 лет вы могли бы постареть на 5 лет, может на 10, ну, может и меньше, конечно, но благодаря тому, что вы пользуете витамином С, он сохраняет вашу молодость, красоту, и состояние вашей кожи, и поэтому очень здоровское, вот это вот, для начинающих, новичков, и не шелушится кожа, не облазит, не жжет, ничего такого подобного не было у меня, я, конечно, сейчас использую более сильные версии, более такие агрессивные, у меня даже сейчас идет витамин С, уже аскорбиновая кислота, это такое достаточно, которое надо использовать в течение 3 месяцев, хранить в холодильнике, это достаточно такое агрессивное средство, 21% и поэтому как бы я знаю свою кожу, но вот это вот было достаточно хорошее, и поэтому присмотритесь, вы можете взять этот, как если первый раз, ну, конечно, я больше возвращаться к нему не буду, потому что для меня он слабенький, но сам состав очень хороший, есть то, что есть действие, это 100%, и следующее, то, что закончилось, тоже 30 мл, это у меня идет ретинол 2%, здесь идет версия эмульсии, и версия эмульсии, он тоже был достаточно слабенький, ну, как слабенький, для того, который вот, такая вот пипеточка идет, и такой желтоватенький оттенок, желтый, затемненное стекло, вот эти все версии можно хранить не в холодильнике, а можно хранить просто там на вашем туалетном столике, или где в ванне, что могу сказать слабенький, конечно, я сейчас скажу так слабенький, вы купите что-то такое более агрессивное, допустим, сейчас я буду пользоваться 1% в версии сквалана, и, конечно, я предполагаю, что он более агрессивный, более сильнее, а это 2% в эмульсионной версии, тем более гравитный, гранактив, то есть это уже, там есть определенные уровни именно вот этого ретинола, и это, не могу сказать, что он такой агрессивный, он средний, и когда вы, допустим, раз мы ретинолом, кислотами пользуемся в зимний период, когда вы после летнего периода, хотя некоторые не оставляют этот процесс, и в летний период, и тоже пользуются так, что, в принципе, это хорошо, если вы в летний период не пользовались, и пошли только пользоваться, конечно, это классный начальный этап, подготовить кожу, прийти к такому, что можно перейти на более какую-то сильную, сильную консистенцию, это будет достаточно хорошо, либо для новичка, тоже это хорошо, версии эмульсии, не было такого, что облазивание, не было такого, что шелушение, чувствовалось, вы знаете, уже когда накопительный эффект, когда уже полбутылька я использовала, чувствовалось такое, при накопительном эффекте, когда уже где-то подстягивает кожу, где-то чувствуется, не то, что жжение, а такое вот немножко покалывание, и ты чувствуешь, что действительно ретинол работает, даже если там вы не облезли сразу, хотя я вышла на такое, что я практически каждый день, каждый вечер им пользовалась, и бывало, раз в неделю я пользуюсь кислотами, либо там смывающимся, либо там гликолевый пилинг, который на ночь наносится в виде крема, но вот эта вот версия, конечно, хороша для начала, то есть начала, когда вы изначально как бы попробовали, да, и перешли на более такую серьезную версию, поэтому я вам советую ее обязательно, но сейчас как бы я вот ретинолом у меня на трехмесячный такой, курс, хотя на три месяца может не хватить, на два месяца посмотрим, там 30 миллилитров тоже, как бы уже другой ретинол, итак, вы, наверное, уже устали, но этого того стоит в действительности, так что не засыпайте, остались у меня теперь только БАДы, которые у меня закончились, осталось совсем немножко, так что приступим, первое, то, что у меня закончилось, мы пропили курс Омега, Омега обязательно, этот курс надо пропивать, кто-то в постоянстве пропивает, мы пропиваем три месяца, месяц отдыхаем, здесь 240 капсул, капсул достаточно большие, все заказываю с сайта iHerb, и долго на этом не буду останавливаться, очень мне понравился Омега, никакое там, знаете, ощущение отрыжки, каких-то там запахов, или каких-то там в желудке что-то нет, запахов нейтральный, нормальный для меня, по крайней мере, не было, и вместе с ним мы пропивали с мужем, это Q-ZIM Q10, обязательно, потому что как раз вместе, они очень сильно хорошо помогают друг другу, для того, чтобы насытить организм, и для того, чтобы было хорошее восполнение, здесь 100 мг, 120 капсул, тоже мы пропили, маленькие оранжевенькие капсулы, то, что нужно, это у нас и работа сердца, и мозга, энергия, сосуды, и так далее, то есть, тоже очень это важно и нужно, следующее, что закончилось, у меня глицин, это здесь, в одной капсуле, 1000 мг, с ним надо быть поосторожнее, если у вас проблема с желудком, гастрит, какие-то там, может быть, эрозии, или еще что-то, не дай бог, язва, с ним надо быть поосторожнее, потому что, может, это все, весь ваш процесс, как это, как сказать, возбудить, так сказать, да, то есть, как бы вы это почувствуете, свой больной желудок, то, что произошло, в принципе, у меня гастрит, и как бы, да, и поэтому добивала у меня супруг, супругу тоже понравилось, ну, глицин, и ребенок у меня, кстати, тоже пил подросток, потому что, кто сильные, какие-то стрессовые ситуации в учебе, старшеклассники, экзамены, поступление в университет, очень нужный глицин для того, чтобы работал мозг, для того, чтобы у вас действительно, работа мозга, она восполнялась, для успокоения нервной системы, это очень-очень важно, это не тот глицин, который продается у нас в аптеках, маленькие такие таблеточки, которые надо, ну, которые советуют неврологи, надо рассасывать под языком, здесь в пиле, в этих капсулах, в виде порошка, даже капсулу можно было вскрыть и порошком, я так и делала, наверное, из-за этого меня и желудок дал о себе знать, да, и здесь 100 капсул, надолго хватает, в принципе, и хороший, в принципе, результат, очень хороший глицин, присмотритесь, и следующее, что у меня закончилось, это вообще всегда в постоянстве моей аптечки, это витамин С, эстер-С, специальная, так сказать, формула, специальный состав, как раз, чтобы его можно на голодный желудок пить, чтобы у вас не было с желудком проблемы, чтобы, опять же, желудок не реагировал на витамин С, всё-таки это кислота, и поэтому, как бы, я покупаю именно вот этот витамин С, тем более, здесь в форме кальциум аскорбаты, в одной таблетке, здесь в виде таблеток, 500 миллиграмм, хорошая версия, вообще, очень классный витамин С, всегда я его приобретаю, здесь у меня 225 веганских таблеток, и здесь ещё, помимо витамина С, присутствует комплекс, сейчас вам скажу, господи, сейчас скажу, 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 ну, короче, здесь комплекс, цитрусовый комплекс, для того, чтобы ещё больше, здесь лайм, здесь лимон, и оранж, ну, то есть, очень здоровский, состав, конечно, классный, состав натуральный, так что, присмотритесь, мне очень нравится этот витамин С, обязательно, всегда заказываю, и сейчас тоже буду заказывать, то, что у меня витамин С и магний, это всегда в моих аптечках, обязательно, ну, и витамин С, это наша красота, здоровье, молодость, тем более, когда вы только заболеваете, или там уже заболели, мне помогает, и моей семье тоже, всегда, всегда, витамин С. в принципе, всё, мы это сделали, это всё, что мне хотелось бы вам рассказать и показать, может быть, конечно, много болтаешь, рассказываешь, но мне хочется действительно до вас донести и о полезностях, и посоветовать, поэтому не обессудьте, что так долго, длинное видео, но это пустые баночки, поэтому, кому нетрудно и понравилось это видео, оставляйте пальчики кверху, не забывайте подписываться на этот канал, если вам интересно ждать новые видео, и видеть действительно, слышать то, о чём я хочу вам рассказать и поделиться, в принципе, всем всего хорошего, берегите друг друга, ухаживайте за собой, и всем пока-пока, до новых встреч!